Всем привет и добро пожаловать на мой канал. У меня тут появилось настроение снять вот такой вот влог День в жизни молодой мамочки. Покажу вам примерно как проходит наш день. Также поделюсь с вами нашими самыми популярными завтраками, обедами и ужинами, которые готовятся безумно быстро, что для меня сейчас очень актуально. И вот день наш начинается с того, что мы с Амеляшкой приходим в ее будущую детскую. Пока что она спит с нами в спальне. И переодеваемся, меняем ей подгузник, умываемся. В общем, классические утренние процедуры. Я для себя вывела такое правило, что все утро, то есть с момента ее подъема до первого сна, я разговариваю с ней на английском языке. Я прочитала, что если так делать, то ребенку потом будет легче учить язык, а осознанно учить его можно начинать уже с годика. Теперь мы делаем Амеляшке мини-зарядку и во время зарядки я тоже все озвучиваю по-английски. Затем мы спускаемся на первый этаж и я выкладываю Амеля на животик. Кстати, я в видео о покупках полезных забыла показать вам вот этот коврик. Этот коврик мы покупали на Амазоне. Он складывается как гармошка. Это очень удобно, потому что вечером его можно убрать и просто вертикально куда-нибудь поставить, и он не мозолит глаза. Я выкладываю Амеля на животик, раскладываю перед ней ее игрушки. Она уже может тянуться, к ним берет их, что-то жует там, а сама иду на кухню распирать посудомойку. Я уже покормила Амеля, и каждое утро я выпиваю витамины и пью много воды. Пока Амеля уже сытая, но спать еще не хочет, я выкладываю ее уже на спинку, а сама делаю свою утреннюю тренировку. Когда она лежит вот так рядом со мной, то она не капризничает, потому что ей нравится смотреть за мамой, и я спокойно успеваю потренироваться от 10 до 20 минут, чего мне хватает. Тренируюсь я, кстати, по видео с YouTube, я просто включаю их на телевизоре. А после тренировки мы еще с Амеляшкой немножко играем, и пока Амеляшка лежит, я начинаю заниматься завтраком. Готовлю я нам с мужем, потому что муж пока работает из дома. Один из наших любимых очень быстрых завтраков – это овсянка с йогуртом и с ягодами. Я использую греческий йогурт пониженной жирности, раскладываю его на две миски, примерно по 250 грамм каждому. Мне очень нравится в завтраке добавлять порошок спирулины. Купила я его на Амазоне – это отличный источник железа и белка, но также там есть много витаминов, и мне очень нравится, какой цвет получается. Потом я добавляю мелкую овсянку, все хорошенько перемешиваю. И в порции мужа я использую мед, а в свою порцию я добавляю подсластитель на основе эритрита. У нас в Германии очень популярен вот такой ксукор. Ну и затем начинается самая приятная часть – украшаем все ягодами. Кто тут такой сладкий? Кто тут сладкий такой, Эмиль Ясик, а? Сейчас я тебе обезьянку перевешу, да, на серединку. Пробуем сегодня гулять в открытой коляске, потому что в закрытой Эмиль лежать уже не хочет, ей скучно. Она слегка в шоке, что это вообще где-то она. Сейчас посмотрим, сколько она продержится. Уснули, ура! Мы уже вернулись домой, точно так жарко ходить, но Эмиль пока спит. Ой, или не спит. Уже не спит сейчас, может быть, еще укачается. Вот хитрюга. Нужно обязательно, чтобы водили коляску. Так мы не спим стоя. Так что мама, работай. Да? В общем, мы сейчас на террасе посидим еще чуть-чуть. Я покачаю Эмиль Яшку, так и быть. Пока Эмиль Яшка еще спит. Давайте с вами поболтаем. Эмили сейчас три месяца, и мы вот вчера были на чекном плановом осмотре у педиатра. Она спросила, есть ли у нее режим сна уже. Я сказала, что режим сна у нее очень четкий, но спит она вот или в коляске, и то не всегда, как правило, на мне в этой кенгурушке, или ночью просто рядом с мамой. Вот. И врач сказал, что нужно срочно приучать. Вот именно или сейчас, или уже, грубо говоря, никогда. А не знаю, в интернете столько разной информации, да? То есть кто-то говорит, что нужно подождать, пока ребенок будет готов, и Эмили явно еще не готова. Кто-то говорит, что наоборот нужно, чем раньше, тем лучше, и такими насильственными методами, типа метода Спока. Но мне как-то он вообще не симпатизирует. Поэтому если мамочки меня смотрят, и у вас были у деток проблемы со сном, если не было, то я вас поздравляю. Если были в том плане, что ребенок хотел спать с вами, и все, то расскажите, пожалуйста, когда вы начали его переучивать на свою кроватку и на самостоятельное засыпание, и каким способом. И как быстро у вас это получилось, буду очень благодарна, если вы поделитесь. Эмиляшка уже проснулась, она, кстати, долго поспала, я ей так горжусь. А я сейчас пойду тогда в душ. Я всегда иду после ее первого сна. Обычно я, правда, не гуляю с ней в первый сон. В общем, сейчас покажу, как я это организовываю. В общем, когда я еду в душ, мне на помощь приходит вот этот стул Баби Бьерн. Она здесь сидит, она, в принципе, меня видит, но при этом я могу спокойно мыться, не переживать, что она там, не знаю, как-то перевернется или себе больно сделает, потому что она зафиксирована в этом стуле. Ей безумно нравится лампа на потолке, она поэтому так улыбается. А у меня есть возможность сейчас помыться, пока она не захотела кушать. Так, Эмиляшка спит тут на мне, это ее первый дневной сон, а я буду готовить обед. Вообще, с появлением Эмили у нас стали безумно простые, полезные, но очень простые обеды и ужины. Мы практически каждую неделю едим одно и то же, но вроде меня едим это устраивать. Сейчас покажу вот вам один такой стандартный наш обед. Мы будем, на обед мы всегда едим или рыбу, или какое-то мясо, маленький гарнир и салат. На ужин уже тогда расскажу вечером. И вот сегодня у нас будет красная рыба, лосось. Здесь 4 филе, но я сделаю нам 2. Сейчас сделаю свежий салат. И, сейчас, секунду, покажу вам. Еще, кстати, более сытного гарнира я буду делать вот такую смесь. Здесь булгур, нут и овощи. Вот эти смеси меня безумно спасают вообще все время после родов, потому что не нужно самой нарезать всякие овощи, не нужно варить крупу. Здесь все вместе, поэтому, когда совсем нет времени, я их использую. У меня, в принципе, сегодня есть время, но я его лучше проведу за какими-то более полезными занятиями. Поэтому использую такие смеси. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хамон, оливковое масло, бальзамический уксус. Это сегодня так. Гораздо вкуснее еще это делать, когда вместо оливкового масла берешь масло тыквенной семечки. Но оно у меня сейчас закончилось, поэтому будет с оливковым. Так тоже очень вкусно. Не самый легкий салат, но вот на ужин мы очень любим его есть. Очень вкусный и сытный. Субтитры сделал DimaTorzok